Приветствую вас и хочу сказать сразу, что вы правильно все понимаете, правильно отдаете себя отчет в том, как обстоят дела относительно и вашей семьи, и того, как есть положено развиваться, и правильно понимаете границы между своей семьей и родителями. Здесь все правильно. Ваш основной вопрос, касающийся того, какие подобрать слова, как сказать, ваш основной вопрос, он особенный. Он особенный тем, что нет правильных слов, чтобы сказать о вашей маме то, что ей неприятно. Когда вы за какие бы вы слова не подобрали, смягчить удар у вас не получится никак. Вы уже все решили. Вы знаете, что будет так. И смягчить удар, смягчить важность известия, его тяжесть у вас не выйдет. Об этой идее нужно сказать. Ваша мама сразу все поймет и даже не дослушав вас до конца, не восприняв то, что вы хотите ей сказать, начнет уже говорить свое. И переубедить ее у вас не получится, опять-таки, в силу того, что она человек своего времени. Ну, не настроена она на то, чтобы к вам как-то как-либо прислушиваться вообще. Это нужно понимать. Соответственно, в этой ситуации вам необходимо сказать четко, сказать, что мама, мы будем жить одни. Потому что мне, своему сыну, так будет лучше. Я так буду чувствовать себя спокойнее, счастливее и так далее. Прости. На самом деле, больше говорить ничего не нужно. Можно только говорить, что вы любите ее и что будете поддерживать. На самом деле, этого более чем достаточно. Здесь необходимо как можно меньше говорить всего лишнего. Ну, потому что так будет похоже, что вы чувствуете себя виноватым. А испытывать чувство вины вам абсолютно не на что. Вы не виноваты в том, что хотите жить отдельно. Вы не виноваты в том, что хотите иметь обособленную границу своей семьи. Это желание абсолютно естественное. И потому, чем лаконичнее вы известите об этом вашу маму, тем будет лучше. А потом просто то, что вам нужно делать, это ее успокаивать, убеждать, что вы будете ее навещать, к ней приезжать, ее не забудете и всячески будете ее поддерживать. И своим поведением в дальнейшем вам придется это, безусловно, доказывать. Вам придется показывать, что вы действительно не забыли ее. Ну и мириться с тем, что она баблением будет говорить какие-то вещи, мириться с тем, что она будет вас понукать, тем, что вы мало уделяете ей внимания, не понукать тем, что вы недостаточно сильно к ней стремитесь и так далее. Просто потому, что женщина-младшая нам нуждается внимания. Просто потому, что она чувствует себя одинокой. Но если вы твердо, уверенно дадите ей понять, что вы так решили, у нее не будет иного выбора, кроме как смириться с этим. И сделать она, по сути, ну, ничего не сможет. А вам необходимо проявить здесь тактичность, возможно, будут слезы, крики, все это вам необходимо выдержать, вытерпеть, успокаивать ее и спокойно в голосном убедать, что будете ее, не забудете ее. По мой взгляд, это единственное решение, которое вы можете предпринять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен.